Выставка «Судьба усадеб» это не только научно-исторический, но и творческий эксперимент. Первой его части главным объектом является инсталляция, символизирующая хаос и разруху, которые ворвались в размеренную усадебную жизнь. Первый зал был посвящен первому году после революции. Это первые события, которые прокатились по стране. Поэтому именно первый зал называется «Судьба усадеб. Гроза 17-го года». Этот зал называется символически у нас «Исход». Это то, что происходило и до сих пор продолжает происходить с усадебными комплексами по всей нашей стране. Вторая часть, получившая название «Судьба усадеб. Исход», посвящена тем памятникам усадебной жизни, которым, как принято говорить, не повезло. Именно их изображение можно увидеть на стенах экспозиции. Подбирались объекты не случайно. Для многих регионов усадьба – это место притяжения, место культуры какой-то особенной. Так вот, усадьба Дугинова представляет живопись. А Льгова – это театры, такие наиболее значимые усадебные комплексы. Михайловская – это вообще принадлежало роду Шереметьевых, у которых огромное количество дворянских гнезд было по всей стране. И это вообще в целом музей, не просто дом, а целый музей, родовое гнездо. Хрусловка ассоциируется с музыкой, это Чайковский. Ну и Сергеевская наупе – это тоже такое родовое гнездо. То есть это все складывается в единую концепцию, и каждая усадьба представляет свое направление. Авторы выставки, как и в первой части, хотели донести атмосферу разрушенных усадеб, показать, что начиная с 20-х годов прошлого века постепенно разрушается и исчезает важная часть истории России. Этой же цели служат и несколько экспонатов, представленных здесь. Керамическая ваза, предположительно производство Абрамцева. К сожалению, мы видим утраты, да, это вот как раз говорит об утраченных каких-то фрагментах, об утраченных вообще, в принципе, подобных произведениях искусства, довольно-таки хрупких, после революции. Ведь действительно очень много утрачивалось, огромное количество фарфора, семейных библиотек, архивов. Это все ввозилось, растрачивалось, не все попало в музейные собрания. Еще одна задача выставки – обратить внимание широкой публике на незавидную судьбу многих российских имений. В настоящее время авторы уже активно работают над третьей частью экспозиции. В следующем году в третьем зале мы будем рассказывать о перепрофилировании усадебных комплексов и возрождении их как музеев, об их использовании после революции, о том, к чему они приходят сегодня. Это те усадебные комплексы, которые сохранились до наших дней в хорошем состоянии. Многим из них повезло, они сохранились даже в своей коллекции. Экспозиция работает на постоянной основе и расположена в южном флигеле усадьбы Горки. Максим Козлов, Александр Логинов, Елена Кошлева. Видное ТВ.